Вот ведь почему через 2-3 года, Крис? Потому что взятка кончилась от Бога, депозит кончился. Наслаждались, наслаждались 2-3 года, потом раз и все, кончился депозит. И вот теперь надо самим учиться любить, иначе разрушится семья. Теперь я уже практически устала, уже по моему ответы не мог, и порядка не сдавались. Но в решении я сражаюсь, но тем не менее, какое-то сомнение, знаете, стоит, и вообще дальше прорваться может. Видите, в таких случаях нужен старший. Потому что у нее не хватает сил, у нее не хватает сил, тяжелый период пошел. Вот со стороны мужа много испытаний, у него плохой период идет, у вас как бы от него, через него испытания идут. Да, да, то есть этот плохой период уже заканчивается. Вы уже, ну, самый пик перешли, вот, он этот плохой период длится где-то, ну, чуть меньше года. Сейчас у вас. И он закончится через 6-7 месяцев, будет. Ну, самый пик уже прошел, все, вам все легче, легче сейчас будет становиться. Я вам просто подтверждаю, что вы правы, бросать не надо, у вас хорошая семья. У вас будут отличные отношения. Вот смотрите, послушайте меня. Когда человеку плохо, вот, вот, вот смотрите, когда у нас счастья внутри само по себе хватает, мы все такие счастливые, любим друг друга, все обнимаемся, классно. Как только Бог, как бы, розеточку выдергивает, то есть он не дает просто так нам энергию счастья, тут же начинается расколбас, муж нервничает, злится постоянно, потому что ему розетку выключили, понимаете, у него нет тока, у него нет энергии счастья, она просто так сама не течет. А вы ему даете, даете в это время, и так поддерживая семью, уже устали давать, думаете, ну, сколько можно, и он бесконечный потребитель. Так, да, все происходит? Подождите еще 7 месяцев, ему Бог начнет давать. А вы пройдете испытания очень тяжелые в своей жизни, станьте очень мудрой, сильной, чистой, и знайте, что так всегда у всех людей бывает. Чуть розетку выкнули, мы начинаем злыми становиться, бросаемся на всех, потому что не наполненные мы, не можем мы с Богом контактировать сами. Мы ждем от Него только одних поблажек. И поэтому люди у меня всегда спрашивают, Олег Геннадьевич, у меня все хорошо будет? Что значит, что все хорошо будет? Это значит, что вы хотите всю жизнь, чтобы Бог вам эту энергию давал. Олег Геннадьевич, а когда я замуж выйду? Скажите точно дату. Это означает, что вы хотите, чтобы Бог вам энергию давал, сами не хотите трудиться. А вы знаете, вот не надо женщине об этом думать, чтобы воспитывать мужа. Большинство женщин и так постоянно воспитывают мужа. Они не могут его не воспитывать, они просто не могут перенести его недостатки, и все. Поэтому приходится воспитывать. Когда женщина видит недостатки мужа, она с ума сходит просто, ей надо обязательно ему об этом сказать. Она не может. Хоть женщина застенчивая по природе, ей стыдно как бы человека напрягать, но она все равно, и хоть так, хотя бы написать на бумажке надо, что у него есть такой недостаток. Она не может просто. Как природа устроит. Как природа устроит. Он начинает на ней, я, 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 я ему поставил условие, или живем нормально, или ищем. Вот, ну, еще, конечно, я переживаю, ну, хочу помочь, вот, бросить, я не могу отличить. Молодец, поставил условие, молодец, замечательно. Вот, теперь я остановилась. Отлично. Живу, вот, и как, накоплю, но, соответственно, не наявлю. Молодец, вы все правильно делаете, она просто подтверждение от меня ждет. Вы будете счастливы точно в личной жизни. Сто процентов, я вам гарантирую. Вам ведь совсем немного осталось. Если он через год не изменит свое поведение, а ему будет очень трудно не изменить, потому что, если вы так будете продолжать, примерно через 10-11 месяцев у него совесть просто там его грызть начнет, заградет его. Если он при этом все равно не захочет ничего поменять, Бог вам по-любому сделает счастливую жизнь, по-любому. Потому что вы уже приближаетесь к тому, чтобы сдать все свои экзамены. Продолжайте идти этим путем, вы будете счастливы. Скорее всего, он просто придет в себя, образумится, начнет меняться. И вы, когда я в следующий раз приеду, вы скажете, Олег Геннадьевич, удивительно работает система. Все работает так, как вы говорите. Люди меняются. Муж стал лучше. Я счастлива. Поднимите руку. У кого так уже произошло? Вон, смотрите, видите, вот. Есть такие вещи. У вас так же будет тоже. Спасибо. Что значит, дай Бог? Точно все так и будет. Не дай Бог, а будет точно все так. Бог уже дал. Вам уже благословили, уже старше. Все. Вот вы в очках. Ближе-ближе. 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 У нас связались с решением, и вот, естественно, до конца очень крепкими нитями привязала. Мы были вместе, потом в ситуацию убилось, то он был вынужден уехать, там, кто получит твое наказание, я это все время его поддерживала. То есть, отношения у нас продолжали, а потом уже глубже стали. Потом уже два года, то есть, у нас получается, как он приезжает, уезжает. В чем ваш вопрос? Вопрос в том, что, примерно, когда ожидали окончание этого привезда, и, ну, как ему нужно, в какими силами, ну, дальше, что я могу сделать, как-то его поддержать. Потому что сейчас он будет привезти, а он может отбиться в каком-то плане... Окончание через два с половиной года. Ждать его не надо, этого окончания, потому что человек, когда трудно, должен не ждать окончания, а трудиться над своим сердцем. Когда человек ждет окончания, он ничего не дождется, потому что окончание нужно для того, чтобы поставить пятерку или двойку. Окончание может быть, означать разрушение отношений, если двойка поставлена, а если пятерка, означает счастливая жизнь. Поэтому никогда не надо ждать, когда закончится этот период. Надо прямо сейчас его побеждать. Бог дал человека, трудитесь, и Бог вам даст счастье, сто процентов. Вам тяжело, потому что вы не умеете слушать, вы своими силами все делаете. Вы слушаете кого-то, когда молитесь? Ну, нет. Нет. Вот поэтому... Вот поэтому... И напрягаетесь. Надо с источником соединиться. Надо слушать вместе с кем-то, молиться, и тогда вам будет легко, у вас будут силы. Мы проводники по природе, нам надо получать энергию, отдавать, получать и отдавать, тогда я счастлив становлюсь. Если из себя что-то выпыживаю, тогда, извините, будете мучиться тогда. Понятно. А слушайте, еще стоит вопрос, где нам жить? То есть, где нам жить, в Казахстане или... Вот смотрите, у нее есть вопрос, жить в Казахстане или в России. Садимся перед алтарем, включаем голос Святого Человека, начинаем молиться. Первая стадия спокойствия в сердце означает, я приближаюсь к пониманию. Вторая стадия, когда у меня я спокойный уже стал и продолжаю молиться. Слушайте все внимательно. Я, когда спокойным стал, начинаю молиться дальше, на следующей стадии, когда я выхожу из внутреннего круга жизни и начинаю чувствовать этот вопрос, где жить. Но у меня в сердце спокойствие пришло. В этот момент я от Бога получаю знание, где жить. Если же вы хотите от меня вместо Бога получить это знание, знайте, что произойдет точно так же, как я вам сейчас расскажу. Один парень встает и говорит, Олег Геннадьевич, какая моя природа, какое предназначение? Я говорю, вы не готовы работать по своему предназначению. Там, где вы сейчас работаете, там работаете, развиваетесь над собой. Я говорю, нет, какое у меня предназначение, я готов. Я говорю, замечательно, у вас такое предназначение. И у вас даже есть сейчас предложение этим заниматься. Он говорит, да. Все, идите, меняйте работу. Приходит на следующую лекцию. Я говорю, ну что, уж уволились с работы? Он говорит, нет. Я говорю, а почему вы не уволились? Он говорит, а вдруг вы ошиблись? Представляете, как разрушится моя судьба в этом случае? Я говорю, так поэтому я вам и не хотел говорить. А вы настаивали. Потому что человек должен сам понять свое предназначение. Тогда он не будет чувствовать, что кто-то ошибся. Он будет точно чувствовать, что так и надо. Понимаете? Точно так же человек сам должен понять, что он эту девушку должен брать замуж. Точно так же он сам должен понять, куда ему ехать в своей жизни, жить. Иначе Олег Геннадьевич будет виноватым. У вас в сердце еще знаний не родилось. Молитесь. Учитесь сами понимать свою судьбу. Вот сзади женщина, вот прямо. Да, вы последний ряд. Нет, последний ряд. Вы меня не слышите, кто там бегает с микрофоном? Я говорю, последний ряд, она не слышит. Ну что это такое? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое. Спасибо. Я вообще даже хотела не вопрос задать, потому что он не задал. Я хотела поделиться опытом. Супер. Это еще лучше. Это еще лучше. Это еще лучше. Слушаем все внимание. Это случилось 18 лет назад, сын не старший, было 15 лет, и все равно на мальчике. Учет сразу потяжелый на пирамиде. И когда мы об этом узнали через 4 года, это был такой шок. То есть мы 4 года понимали, что что-то и происходит. А что? Даже были сигналы, говорили преподаватели. Я не верила, я считала, что просто путь не может в моей семье. Муж не придерживал, он просто остановил сердце, он умирал. И я осталась двумя детьми одна. И надо было как-то бороться. И тогда я была совершенной атеисткой, как Симов тогда, там само идет. И тут богообращение было. И я долго шла по этому пути. Вообще начинала с эзотерики, потом пришла в герри, потом приняла пара с вами уже сознательно. Приморясь, вот стала ситуация меняться, появились силы в душе. Сейчас ситуация еще не закончилась, но я уже чувствую, когда я об этом думала, у меня уже нет этого страха. А когда мне приходит приснят, я вообще была в тупике, я вообще не понимала, как мне жить дальше. И вот с молитвами, я кстати, как-то мне Бог подарил такую возможность, меня следили с человеком, я попала в пара психолога, и ее он видится, к Кришнами. И он мне стал рассказывать, я ему рассказала, я пришла с проблемой, у меня сын как у нас, да, у меня там вообще память потокает в душе. И он вдруг мне начинает говорить, что первое, что надо сделать, то успокоиться. Ну как успокоиться, тоже мне так уходит. Потом он начал мне рассказывать, что я должна вот этот режим сменить, что я должна рано сновать, молиться, если же нужно. Ну что он несет, он меня такое больно, что он несет, какой рано. Вот сейчас я понимаю, конечно, я слушаю уже ваши лекции, да, вот прошло столько времени. Просто хочу людям сказать, которые ходят на семинары, слушают, да, вот впитываете. То есть все, что говорится. Потому что когда ты в ступоре, не все воспринимаешь. И не сразу сил ложиться на душу, мне понадобилось, вот в этом году уже будут 18 лет, как мы жили в этом кошмаре, и он должен закончиться, по идее. Он закончится, если вы будете молиться не просто сами, а слушать того, кто молится с вами. Слушайте его голос и вместе с ним молитесь. У вас появится сила, дающая вам возможность победить полностью судьбу. Когда человек один это делает, это может много лет длиться. Когда он вместе с кем-то молится, это буквально год-два и все, и до свидания. Вот Алина Иванович, я слышала у вас семинар, я попробовала ломаниться с православной песней, и мне голосов их мешал. То есть я вроде как сама... Замечательно, замечательно, сейчас будем тренироваться. Видите, как много мне надо было говорить, и все равно она не поняла, она не услышала меня. Сейчас мешал, потому что вы молитесь не на платформе разума, а на умственной платформе. Вы даже не понимаете, о чем речь вообще идет. Сейчас мы с вами потренируемся. Повторяйте, я желаю всем счастья вместе с хором. Спасибо. Вот сейчас слышали, голос поменялся, ни разу включился, все. Вам мешала эта музыка, нет? Вот когда у меня на третий раз ушла, вот мы сказали, все, мы потеряли, я как раз подумала о том, что надо же мне голос не мешать. И вот поэтому, наверное, я включу... Запомните, голос мешает, потому что ум бунтует. Он говорит, ты сам, ты сам можешь, зачем ты включил, ты сам можешь. Ум не пускает нас побеждать судьбу. Он понимает, там сидит злой дух, который хочет разрушить нашу жизнь. Он говорит, ты сам можешь никого не слушать, только сам можешь, только сам, все. Когда человек слушает, он сразу входит в этот контакт. Есть такое пространство общее, пространство, победа над судьбой, это пространство, сотканное из звука. Когда люди вместе начинают с кем-то молиться, они входят в это пространство, и разум начинает у них включаться, оживать. Поэтому и говорится, что человек должен всегда с кем-то вместе идти к Богу. Он не может один. Понимаете, когда ты кого-то слушаешь, ты сразу же включаешь разум, становишься сильным. А потом вы можете в памяти помнить о святости и тоже вместе с ними читать молитву. И тогда даже без внешнего звука вы будете побеждать судьбу. Вот видите, только сейчас, через 18 лет, я вам объясняю, как надо правильно это делать. А вы слушали много моих лекций и все равно не услышали от меня это. Поэтому не уперствуйте. Я вам говорю, молиться с кем-то, значит молитесь с кем-то. Не надо одному. Много лет понадобится на то, чтобы победить судьбу. Учитесь оторваться от себя. Учитесь слышать тех, кто молится. Учитесь войти в общее пространство. Разум ваш включится, это будет другая жизнь, непонятная для вас. Потом постепенно силы у вас появятся внутри. Вот у вас сейчас появились силы внутри. Так или нет? Почувствовали? Вот эти силы и победят вашу судьбу. Но они не ваши эти силы, не ваши. Спасибо. А Людмила, у нас есть вопросы. У нас в семье, у родителей нас трое. Сестра старшая, я и младший брат. Младший брат сел на наркотике 15 лет. У старшей сестры трое детей, сетра и наркоманда. Все на него сгназаны на героини. У меня два сына. Один на наркотиках младшего родного культура. Это означает, что вы в прошлом это все заслужили. То есть это что-то из прошлого в вашем жизни? У меня все родственники, кроме моей мамы родной, и дедушки по материнской линии алкоголики. И большинство из них погибло от пьянства. Это что-то меняет в моей жизни или нет? Я никогда не пил и пить не буду. Что? Почему не можешь помочь? Вы, если чувствуете, что не можете помочь, значит, вы не знаете процесса. Когда вы начинаете молитву, вы сразу помогаете. Но помощь увидеть вы сможете только потом. Сначала ее не видно. И так человек испытывается молитвой. Вы даже в себе не видите изменений. Вы потом только увидите. Только на третьей стадии чудо происходит. Сначала вроде легче стало, вроде бы все хорошо, а все равно ругаемся. Потому что это только первая стадия. Она только внутри твоего сердца. Почему я молюсь, мне все хорошо, я верю, что у нас все хорошо будет, а с нами, между нами, как было, так и осталось. Потому что это только первая стадия. Когда вы ко второй переходите, то начинают меняться отношения. Но он как был, так и остался. И вы думаете, опять ничего не помогает. А потом, когда он начнет меняться, вот тогда вы поверите в Бога. Но это надо в три стадии пройти. Это год пройдет, понимаете, ваша молитва. И пару месяцев моей. А если вы будете сами бубнить, то всю жизнь придется на это потратить. Нужно включать голос тех, кто молится, входить в это общее пространство, опираться на себя. Вместе с ними становиться сильной в молитве. Вы должны почувствовать в своей голосе силу, которая от них перешла. И тогда это значит, что разум включился. Вот она, когда последний раз повторила, мне голос поменялся. Это значит, что вот она, сила пошла. И разум ее начал жить. А значит, победа тоже начала жить. Все. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы дали мне возможность разобрать очень детально этот вопрос. Ну вы, да, хорошо в очках. Вот женщины, да, вы. Все в очках. Все в очках. Почему все в очках? Я не знаю, как так совпадает. Сам в очках, Алина Ильич, потому что все в очках сразу. Я чьи-то мысли сейчас рассказал вам. Я чувствую мысли, вот иногда они такие смешные, что приходится говорить. Кто так подумал, поднимите руку. Кто так подумал, поднимите руку. Давай. Алина Ильич, я не знаю, что в нашей жизни вместе с вам поклонок. За специальность, которые воздаёте. Я прошла вам в профессии, в моём счастье. Как удастся, я стала вас, и стала, что в вашей жизни. И вы научите, учите, как правильно, я могу. Я хочу поделиться, в моём счастье. Вы просто не спросите, советовала, правильно ли я это делаю. Ну, я молюся, включая к самому знамитля, была в сухон. И с тех пор, как я стала включать к самым, и читать, все выкинные молитвы, я заметила, что сходу дозавтра не так приходит знание. Конечно, конечно. Суансы, решение какой-то проблемы. Прямо как вкладываться в стране, в это решение. И мне стало так приходит, что я знаю, что я делаю. Я не скажу... Вот смотрите, псалмы – это молитвы, предназначенные для познания мира. Когда человек их повторяет, он начинает хорошо становиться учёным. Он хорошо понимает, как устроен этот мир. Но для победы над судьбой надо читать молитву, короткую, которая пробивает судьбу, и повторять её много раз. Это не длинные псалмы, а маленькая, короткая молитва. Допустим, Иисусова молитва. То есть очень короткая молитва, лаконичная, которая даёт возможность побеждать судьбу. Это не молитва. Я вам запрещаю это делать. Это шаг назад. Я желаю всем счастья повторять, когда вы просто живёте, стираете бельё, просто фоном к своей деятельности. Всем надо научиться желать счастья. Это факт. Это предварительный этап развития человека вообще. Но если вы уже начали читать молитву, первое правило – не отходить от своей веры. Второе правило – никогда не заканчивать читать именно молитву. Потому что я желаю всем счастья. Это просто настрой, который нужен для того, чтобы развивался человек. Замечательно. Надо обязательно всем желать пять минут в день счастья. Обязательно. Это супер. Но молиться – оставайтесь в своей молитве, в своей вере и начинайте повторять молитву, которая короткая и предназначена для победы над судьбой. Такие молитвы есть в христианстве. Ближе микрофон. Ближе микрофон. Не так. Нет. Вы из себя Бога делаете. Послушайте меня, смотрите, как это делается. Вот у человека есть проблема, да? Мы не являемся источниками счастья. Вы говорите, я желаю тебе счастья. Кто вы такая, чтобы вам счастья желать? Смотрите, как надо. Вы молитесь, Бога вспоминаете в молитве. Включаете хор, вместе с Ним молитесь, допустим, да? И в это время у вас спокойствие в сердце приходит. Это значит, что уже взошла энергия побед над судьбой в сердце. В это время вы можете просто мысленно сказать, это для тебя и вспомнить человек. Все. Туда это спокойствие ваше сразу пойдет. И потом не надо уже об этом думать. Вы просто, когда молитесь, у вас завязывается с Ним вот эта связь, и у вас память периодически начинает приходить от Него и говорит, ему уже лучше, он спокойнее, у него все будет хорошо. То есть вам Бог уже начинает докладывать, что происходит. А вы как бы молитесь и думаете о Боге, вам не надо там о Нем специально думать. Уже все завязалось, все работает. Но если вы просто ему говорите после молитвы, когда у вас все хорошо, один раз «Я тебе желаю счастья», это значит, что вы его благословили. Мы имеем право благословлять, означает закручивать с Богом связь. Благословение означает, что ты связан не со злыми силами, а с добрыми. Понимаете? Пускай будет победа у тебя, мать говорит сыну, когда она уходит. Будь победителем. То есть она завязывает его с силами победы, с силами добра. И она вкладывает туда свою силу, свои молитвы в эти слова. Но если вы говорите «Я тебе счастья желаю», и при этом не молились до этого, ничего не делали, а просто от себя, тогда это глупо. Нет, я включаю кроме саму это. И желаете счастья, человек. Нормально, но с примесью ощущения себя Богом. Лучше делайте не так. Вот если у человека нет своей веры, он так говорит «Я желаю всем счастья», вспоминает человека, включаете какую-то молитву. Супер, отлично, потому что это ваше обучение. Человек не знает никакой молитвы, он только начал учиться, и для него это «Я желаю всем счастья» супер-молитва. Но если вы уже знаете молитвы, вам надо желать всем счастья просто от сердца. Но если вы хотите побеждать судьбу, в тысячу раз лучше читать молитву. Ну, допустим, приведу вам пример. Вы, допустим, мне говорите «Олег Геннадьевич, вот у меня есть, допустим, знакомая девушка, она, ну, как бы, меня любит, я ее люблю, и когда она приходит ко мне домой, я все-таки предпочитаю сидеть рядом с ее фотографией, а не с ней». Как правильно, Олег Геннадьевич, все-таки с девушкой сидеть или с ее фотографией? Молитва – это девушка, а я желаю всем счастья – это фотография. Поняли? Если у вас есть молитва, зачем вам нужна фотография? Но если молитвы нет, фотография тоже классная. Я желаю всем счастья – это хорошая вещь. Хорошая вещь. Я тоже повторяю, видите, с вами, со всеми. Я люблю этот настрой. Я с него всего началась вообще вся моя практика, вся. Он пришел ко мне в сердце сначала этот настрой. Потом я узнал, что он есть в ведах. На санскринке он звучит «Сарвей, Баван, Тусуки, Наган». Я желаю всем счастья сначала. По-русски. Это классная вещь, очень, но не такая, как молитва. Так как вы не знаете глубины молитвы, поэтому вы и сравнили. Вы не знаете, что молитвы составлялись очень глубокими святыми людьми. Они бездонные имеют глубину, бездонную, и поэтому надо все глубже и глубже их постигать. Есть молитвы для познания мира, это псалмы, допустим, а есть молитвы, которые побеждают судьбу. Это короткие молитвы, такие как Иисусова молитва и так далее. Их надо читать дольше, и нужно их читать на четках, имея какое-то правило чтения этих молитв. А псалмы читаются раз в день для того, чтобы напомнить себе что-то, напомнить что-то важное. Понимаете разницу или нет? Когда совесть хочешь включить, читаешь какие-то песнопения различные, там, псалмы, когда совесть или намаз, допустим, совесть, ты включаешь совесть таким образом. Напоминаешь себе, что надо стремиться к Богу. Намаз означает призыв к Богу. Стремись к Богу, чего ты зря просто так живешь? Но если человек повторяет, допустим, имена Аллаха, то это уже не призыв к Богу, это любовь означает. Ты уже культивируешь любовь в своем сердце. Это уже совсем, совсем другое, это более важно. Для всех людей рекомендуется хотя бы совесть, живи совестью хотя бы. Поэтому несколько раз в день намаз, просто живи совестью. Но если ты хочешь побеждать судьбу, помимо этого, надо в течение полчаса, там, 40 минут, час в день нужно читать молитву, повторять одно и то же. Понимаете? Примерно 25 минут в день хватит хорошего настроения на весь день. Вы заряжаете 25 минут в день молитвы, заряжаете с хорошим настроением на весь день. Если вы правильно ее читаете. 40 минут молитвы в день вы начинаете побеждать судьбу и 40 минут в день означает, что вы, по крайней мере, не будете страдать. Вы будете жить нормально, но если вы читаете полтора часа в день молитву, то у вас она так глубоко заходит, что она начинает работать на будущее, она делает удачу в вашей жизни, она не дает даже выйти злым событиям наружу, они сгорают все на подходе. И вы начинаете чувствовать эти злые события заранее в результате такой жизни. Каждый человек сколько может, столько может. Кто-то не выдержит больше 20 минут, кто-то 10 минут и уже устает. Это нормально. Учитесь дальше, развивайтесь. Бывает аккумулятор слабый, но у человека так устроен, что его аккумулятор растет. Батарейка, она какая есть, такая есть. Чуть зарядилась, быстро разрядилась, но человеческий аккумулятор растет и растет, растет и растет. И можно так зарядить потом, что разряда хватит на много людей сразу, не только на себя. Понимаете? Поэтому развивайтесь. Вы очень, я очень вам благодарен, вы прямо супер. Во-первых, от вас исходит очень сильная вот эта энергия победы над судьбой. Я также вам очень благодарен, что вы слушаем мои лекции не поменяли свою веру, остались в своей вере. Это очень, очень здорово, потому что меня постоянно обвиняют, что я пытаюсь правильно поменять веру людей. Это очень неприятное обвинение на самом деле, потому что если бы люди разных духовных традиций все читали лекции про нравственность, то тогда не нужно было бы мне ездить по всему миру и это делать за всех. Понимаете? Сейчас как жизнь устроена? Религиозные люди, они внутри религиозной системы читают лекции по нравственности. Вот если ты веришь в мою веру, тогда ты узнаешь, что такое нравственность, а если не веришь, так и живи животным. Понимаете? Это неправильно, я считаю. Люди, верующие, должны с позиции нравственности, а не с позиции своей веры читать лекции, опираясь на свои священные писания всем людям на земле, поднимая их сознание. Вот это их обязанность прямая. Больше никто это сделать не сможет. Я этим занимаюсь уже 20 лет. Я не знаю, почему никто не занимается больше. Почему в других духовных традициях люди не читают просто нравственные лекции, не пытаясь затащить свою веру людей. Вот чем надо заниматься. Это первый долг верующего человека объяснять, как правильно жить людям. Не важно, какой веры они, чтобы они научились, у них инструменты правильной жизни были в жизни. Это самое первое, что человек должен в своей жизни научиться делать. И я очень благодарен всем людям, которые приходят просто на мои лекции. Не важно, нравится им веды, не нравится там, какая у них вера. Они просто приходят для того, чтобы быть вместе, это создает атмосферу мира. Представляете, мы здесь вместе разных духовных традиций сидим, потом все вместе начинаем желать всем счастья. Потом мы чувствуем, что нет врагов. Нет врагов. Я иногда бывает так, что вот я включу, допустим, намаз, мусульманские мелодии, потом кто-то ко мне подходит после лекции и говорит, спасибо вам, Олег Геннадьевич, я раньше боялась, думала, мусульманцы это страшно, всегда убивают там и все прочее. А теперь я послушал, мне легче стало, я теперь не боюсь, люблю, мне нравится эта вера, она хорошая. Не значит, что надо свою меру менять, но надо всегда стараться учиться культуре вот этой межрелигиозной, надо учиться разные веры любить. Я когда в Израиль приезжаю, там сразу три веры находятся вместе. Там есть христианская вера, есть еврейская вера, есть мусульманская вера. И я хожу во все три веры туда, там замечательно много святых мест, разных духовных традиций и даже христианских, там куча всяких традиций духовных. И везде надо посмотреть, везде люди по-разному Бога любят и везде супер, везде очень хорошо, очень хорошо. Вот так. И один раз, когда первый раз приехал туда, в Иерусалим, я просил от Бога, что Он как бы меня любит, потому что многие меня критикуют. Я как бы, Господь, это от тебя критика идет или нет? Я хочу подтверждение. И когда я пришел в этот оливковый сад, мне рассказывали, что там привозят много веточек оливок и раздают всем, как будто бы они срезали с деревьев, которые там находятся. Я пришел туда рано утром, первый раз в жизни, в этот оливковый сад, и мне очень сильно захотелось все-таки веточку с дерева, потому что они там растут с момента, с того момента, как там Иисус Христов был. Они, знаете, деревья, вот эти оливковые, у них есть свойства, они как бы, ну, новые растут из того же старого ствола и старых корней и растут, и растут, и растут. Они поэтому там очень большие такие, то есть там, ну, так, так, посмотрите, там они очень старые древние деревья. И веточки, они связаны с Богом, то есть в них вот есть эта сила, они были свидетелями прихода Господа. Я так сильно захотел, но я хотел от Бога доказательств, что Он меня принимает, любит, несмотря на то, что я не этой веры. И в этот момент, когда я туда пришел, пришел садовник, начал срезать настоящие веточки, настоящие, не приносить откуда. я спросил у ребят, как часто это бывает, они говорят один раз в год, один раз в год, какие-то 20 минут срезают веточки оливок в этом саду. Кому досталось, кому досталось. Мне досталось. Это было доказательство. Я почувствовал, что Господь принимает. Знаете, самое важное сейчас в жизни это полюбить друг друга. Все воины сейчас возникают на почве религиозной нетерпимости. Люди очень сильно страдают от этого, льются крови целые веки. Понимаете, самое главное сейчас в мире это научиться любить друг друга, любить верой все, которые есть на земле и не ненавидеть людей за то, что у него не такая вера, как у тебя. Это то, что Бог больше всего сейчас хочет от нас. Понимаете, больше всего. Потому что именно из-за этого все люди страдают больше всего сейчас. Все войны связаны с верой. войны, конечно, возникают из-за политических каких-то несовместимостей, но веру используют для того, чтобы люди убивали друг друга. Всегда. Поэтому, мои хорошие, давайте научимся любить друг друга, когда на земле мира будет больше. Но при этом оставаться надо в своей вере, в своей. Ничего не надо менять. Ваш вопрос, вот девушка на первом ряду в желтеньком. Да, представьте себе вашу, без очков. Здравствуйте. Случайно самостоятельно первый раз вас убедила и услышала и потом... На последний лекцию первый раз пришла? Нет, моя готова. Получается, с зачат до начала. Министративной поддержки не давали слово. Он слушает меня очень интересно. Я думаю, наверное, не просто так или нет сейчас, такой период в моей жизни для многих людей, да? Поднимите на чизну мою. Тот чизн, для которого я хочу быть там, он любит, он. Он меня любит, а я могу сказать, что я буду делать, что жизнь я буду тащить себя, занимать, делать, делать. Все женщины тащат мужиков своих, вдохновляют, это не так устроен этот мир. Женщина вдохновляющей силы должна тащить. А что делать? Ваш или не ваш человек этот пока непонятно, потому что между вами еще не решено ничего. Надо продолжать общение, просто общаться, встречаться с ним, потому что ваше сердце должно само решить ваш человек или не вас. Все равно даже когда оно решит, все равно вам нужно подтверждение старшего, в это время оно звучит как благословение, но сейчас ваше сердце еще не решило, поэтому я не могу вам дать благословение, Бог еще не принял решение, вы должны быть вместе или нет, другими словами, ваше сердце это решение придет от Бога, тогда, но все равно женщина сомневается даже в это время, поэтому старший должен увидеть это сказать, все решено, можете быть вместе, пока это не решено, поэтому я вам не могу ничего сказать на этот счет, что касается хороший человек или плохой, то человек хороший, какие качества у него есть хорошие, он верен своему слову, как держит слово, серьезный человек, в этом плане верит слову серьезный человек, вот, он не может сразу принять человека, он пытается вас понять глубже, изучает, но у него намерения хорошие по отношению к вам, что касается любви, то очень хорошо, благоприятно выходить замуж за человека, который тебя любит, но к которому твоя любовь слабее, это очень благоприятно, потому что в этом случае у тебя будет более масляная жизнь, чем у него, потому что тот человек, который любит, он и страдает в отношениях больше всего, а тот, который отдает любовь, он больше всего в сахаре, в шоколаде, ну, лучше всего быть в шоколаде же, правда, чувствую, с этой точки зрения лучше так, лучше отдавать свою любовь тому, кто ее хочет от тебя, и ты будешь счастлив с ним, но в это время главное не загордиться, если ты загордишься собой, то ты будешь и его мучить, и себя, вот так вот, за то, что пришли на лекцию, спасибо, да, А чем вы занимались? Ну все, нормально, вы по природе руководитель, это ваша природа. Но вы все равно не сможете там удержаться на работе, пока вы не выйдете замуж. Точно так же, как растение, которое не пустило корни, оно не может вырасти высоко. Точно так же женщина, пока она не замужем, она не может удержаться ни на какой работе, потому что у нее нет стабильности. Стабильность женщина получает, когда выходит замуж. Вышла замуж, можно спокойно идти, на любой работе работать, ты не уйдешь никуда, потому что ты получаешь силы от семьи. Женщина не может от работы получать силы, она от силы только от семьи получает. А мужчина от работы получает силу и отдает семью. Она меня спросила, чтобы испытать. Но все-таки этот человек понимает меня или нет? Видите, звук пропал. Подтверждение. Где звук? У нас есть звук? Нет? На батарейке микрофон, надо, наверное, заменить его. Давайте другой. Она сама, может, этого не понимает, но она меня спросила, чтобы, ну, испытать меня. Слушать мои лекции дальше или нет? Он понимает меня, этот человек или не понимает? Это было испытание такое, очень разумное. Она пыталась меня испытать, чтобы потом решить для себя, дальше слушать лекции или нет. Я сдал экзамен? Нет? Нет. Нет. Ну что, ну хорошо, ну давайте, спрашивайте. Вот тяните, да, вот мы на втором ряду, да. Да? Она и так, и всякая. Садись, садись. Здравствуйте, Альфимович, я... А вы же уже спрашивали, Леон. Нет, я просто весь звук и интенсивно... Нет, не вас, вот рядом она вот. Ну? Большое вам спасибо. Я бы тоже хотела поделиться опытом, но хотелось бы, чтобы себя не хватит и не пережить. Опытом это супер. Это вообще просто самое лучшее. Опытом это очень важно. Это два с половиной года назад произошло, да? Вот у вас в это время, два с половиной года назад, очень сильно начала очищаться судьба. Мои лекции нет, я просто вот вижу, что так происходит. У меня, знаете, дела, как бы, что меня приняло вообще в духовной практике, это сильнейшая экспрессия. Вот из ваших комментариев я поняла, почему. Я очень долго жила только в работе, и тоже в работе в лесу, и в том, потому что здесь все не было замечательно. И у меня, на самом деле, получается сильнейшая экспрессия, потому что я общаюсь не видела, а в гости, и с другими участиями, и с другими людьми, и с другими людьми. И благодаря ваша лекция, я поняла, что вывод, когда я не жила в жизни женщины, не знала себе качество, и поэтому пришла в духовную сходу. Вот, начала заниматься духовной практикой, но вы говорите, так что все это было нужно делать сегодня. Сегодня, когда я не поняла, это духовная практика, ничего не было. В чем вывод? Возможно, что надо сказать, насколько ваша лекция в жизни, потому что, когда я первый раз слышала, я именно к сердцу не поняла. Есть, возможно, много людей, которые сейчас первый раз пришли, и я просто хотела подчеркнуть, насколько ваша лекция в жизни, и насколько они важны, и что их любовь достигла себя, как нам надо. Насколько у вас много любви в сердце, настолько мои лекции поменяют вашу жизнь. Потому что ваша любовь рождает веру. Вы любите старшего, и вера дает вам возможность менять вашу жизнь. Спасибо вам за благодарность, за ваш вопрос какой-то еще. Я просто хотела попросить вашего благословения. Вы сказали, что вы представляете тех, кто занимается духовной практикой, и слушает вас... Сейчас, вот в этом апельсине будут благословения мои. АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь. Вы не разу не поздравили... Выйти замуж? Да. Или за хорошего человека? За хорошего человека. Это уже ваше. Хороший человек означает, что вы сдали экзамен. То есть, вас благословлять, что вы вышли замуж, когда сдадите экзамен? А если вы будете старенькой уже в это время, что тогда? Что мне благословлять? На что вас? Для хорошего человека, может быть, старенькой будете уже тогда. А благословлять выйти замуж, это другое немножко. Что делать? На хорошую жизнь. Готовы ждать сколько угодно? Ну, я и другое жду в поле. Она торгуется с Богом сейчас, торгуется. Говорит, за хорошего человека и быстрее, Олег Геннадьевич, быстрее, давай. Вот это особенность казахской нации. Чуть-чуть иногда торгуется с Богом, чуть-чуть бывает такое. Почему я готова ждать с Богом? Я благословляю вас трудиться над своим сердцем, работать над собой и в ближайшее время сдать экзамены и выйти замуж за хорошего человека. Все-таки спрашивать будем тех, кого еще не спрашивают. Вот женщина вот там, возле двери тоже, вот там, вы, да, ага, в плохой период. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень желательно вашего приезда. Вы добавили, что вы посетили наш замечательный город. Видите, как она сказала. Наш замечательный город. Так здорово. Так здорово. Так счастливо. Так счастливо. Я хочу вас простить, научите, пожалуйста, прощать. Сейчас научу. Сейчас научу. Я вижу, 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 ваше сердце, вижу. За 10 лет я послушав Ваши лекции, это Ваши, я извинила моим другим человеком. Но послушав Ваши лекции, это Ваши, самое главное, чувствуете, что это многое стоило в отношениях. Мои хорошие, Вы просто сильно были ранены. И до сих пор эта рана сейчас в сердце осталось. Она очень глубокая. И знаете, что рана залечивается от глубоких отношений с чистотой. Простить означает залечить рану. То есть, если говорить о прощении просто с точки зрения философии, Вы уже тысячу раз простили. Вы как бы все поняли уже. Поэтому с этой точки зрения Вы уже простили много раз. Но если говорить о спокойствии в Вашем сердце, чего Вы хотите, чтобы сердце бальзамом наполнилось, это возможно только в одном случае. Потому что Бог на эту ситуацию, которая была, имел свои планы. Только эта ситуация может Вас приблизить к Нему на капельку в Вашей жизни, чтобы Ваша жизнь была успешной. Поэтому Господь не даст мне сейчас Вам помочь убрать эту боль из Вашего сердца, пока Вы к Нему не приблизитесь. Но как только Вы почувствуете Бога лучше, Вы почувствуете также и свободу в своем сердце. Можете не могу рассказать, что на какой-то момент понятие убрать. А почему такой вопрос? Что может помешать человеку? Я была в Библии в основном с убийством, и я уходила от него. А что Вам такое нехорошее делать, чтобы на него обижать так сильно? Ну, я была в нежном порядке, и я была в нежном порядке, и я была в нежном порядке, и я ушла. Если Вы видите, что он живет невежественной жизнью, живите отдельно, молитесь за него. Самый лучший вариант. Ну, дело в том, что он меняется очень сильно, и я ушла, и он меня вернул. Это не ушла. Вот смотрите, вот женщины, послушайте меня, мужчины. Вот это чистая глупость человеческая, понимаете? Люди думают, что надо мучить до последнего друг друга, потом разошлись, как море кораблей. Понимаете, это бред полный так жить. Вот если видишь, человек наглеет, он как бы пьянки-гулянки, измены. Живи отдельно, молись за него. Зачем тебе мучиться рядом с ним, если он не хочет жить правильно? И ты тогда его совесть сразу вызовешь к ответу. Как только ты живешь отдельно, у него просыпается совесть, он сразу тебя пытается вернуть, он начинает исправляться. Он становится лучше. Ваша ошибка заключается в том, что вы терпите, а терпеть ничего не надо. Чувствуете невыносимо? Живите отдельно. Кто вас запрещает? Я все, что вы сейчас сказали, все не было. Ну? Он меняется, а я не могу простить. Я не очень рада сейчас, чтобы себя понимать. Ну, нормально. Каждый мужчина это должен знать. Мужчина, вот слушайте, допустим, вы сделали плохой поступок. Женщина говорит, я тебя простила. Все стало хорошо. Знайте, что она обязательно тебя начнет жрать через какое-то время. Дай ей возможность себя поесть немножко. Она за этот поступок. То есть она простила, перетерпела. У женщины из памяти ничего не уходит. Оно все там остается. И ей надо погрызть мужика немножко, для того, чтобы стало легче. Поэтому надо просто дать возможность себя погрызть. Грозите спокойно, не волнуйтесь, все нормально. Погрызете его немножко, и станет легче, и все. Вы ему скажите, только предупредите, что я тебя еще буду грызть какое-то время. Меня жена всегда предупреждает. Я поэтому терплю просто нормально. А что делать? Грызет и грызет, но что делать? Природа такая у женщины, у нее психика очень крепкая. Она не может ничего из себя вырвать. Если обиделась, она ничего не может сделать, поэтому простила мужа. Но надо подойти кулачками по груди постучать все равно. Иначе тяжело будет жить. Постучали, легче стало все. И он нормально к этому отнесется. Ну вот да, вот девушка вот рядом прямо, вот-вот, которая руку поднимала. Да нет, вот там, вот в черном, да, который микрофон передавали, да. Ага, вот вы, да, все. Нет, вы, вы, вы. Да? Да? Спасибо. Такая молодец, жизнерадостная. Спасибо вам, что вы приехали в наш город. Спасибо. Смотрите, все благодарят, каждый человек. Это природа вот Востока. Восточные люди очень благодарны в сердце. Очень благодарны. У меня вопрос такой. Слушая вас, я не знаю, что я могу сказать, насколько вы действительно по факту, как вы не получаете. Как все мужчины? Как все мужчины? Что это в том, что вы действительно по факту, как вы говорите. А я начала вас слушать, пришла, типа, да, такие вещи. Просто в этом. Вопросы у парня. То есть вроде там правильно, правильно поступает, как вы говорите. То есть он из тех, кто не хочет никого слушать, какие лекции. Не принимает ничего в мире. Как все мужчины? Что это вот мой опыт должен быть. Но при этом у него нет такого разделения, что женщина – это не, а мужчина – это не угодно. У нас по-разному, да, что не стоит. У нас поэтому постоянно конфликты. Я вынуждена с этим тренировать и не говорить ему, что я пойду сюда. Потому что у нас постоянно конфликты на этом теле. Он сильно убился, всему… В чем мне делать с этим? Что я могу сделать, скажите? Оправдать вас? Как вы не знаете, что это сказать и как вы убедите в том, что ничего страшного в этом… Не надо ни в чем убеждать никого. Слушайте меня внимательно. Запомните, что любовь сама убеждает. Просто примите человека со всеми его недостатками. Не нравится ему это – примите. Не нравится то – примите. Убеждать не надо. Если вы просто его любите, ваша убежденность входит в его сердце и остается там. Если вы начинаете убеждать, вы сталкиваетесь с ним и разрушаете его веру. Ни в чем не убеждайте. Просто примите его. Как только вы его приняли, он начинает изнутри меняться. А когда он поменяется достаточно сильно, он сам начнет любопытствовать, спрашивать, а что там. И в этом случае не навязывайтесь. А просто так говорите. Ну, там ничего такого особенного. Просто лекции. Надо принять его убежденность. Вот он, допустим, ему это не нравится – примите это. Это нормально. Потому что желтанное. Вот на таких вот видений, трава, я не знаю. Да. Ага. Ну, вот с любовью относитесь к его мнению. У него такое мнение. Это нормально. Хороший совет? Да. Помогло? Ну, дайте, дайте ей совет. Делай так, дорогая. В общем, ложитесь спать. Тогда бери планшет или телефон. Он засыпает, подключая лекции. Леги на дачу. На кухне заходите с планшетом. Там еще куда-то с планшетом. Через год он сам включает лекции на большом телевизе. И мы спокойно слушаем лекции. Не надо так делать. Это террор. Я же не заметила. Ну, женский террор такой. Женский террор. Ну, это обидно с вами. Нет, нет. Ну, хорошо. Ну, кто хочет, тот может так делать. А лучше делать так. Примите его взгляды. Что он имеет право на такое мировоззрение. И у него есть также своя правда. Он боится за вас. Он не знает, что здесь происходит. Поэтому дайте ему возможность иметь свое мнение. Если вы ему дадите, его сердце начнет таять постепенно. И он поймет, что здесь происходит. Через ваше сердце. Это будет планшетом ваше сердце. Оно всегда будет рядом с ним. Если вы не примете его, что бы вы ни делали, что бы вы ему не подсовывали, ваше сердце рядом с ним не будет. И знание от него к вам не перетечет. Вы пока не готовы быть вместе. Вам надо просто продолжать общаться, строить отношения. Потом, когда вы поймете, что вам надо быть рядом, кто-то из вас переедет. Лучше женщина, что переехала, чем мужчина. Потому что женщина должна принять условия жизни мужа и его зарплату. Тогда она становится счастливой. А если мужчина приезжает к женщине, то не факт, что она приняла его условия. Это он ее, скорее, условия принимает. А в третье место приедет? Не я, не я. А в третье? Ну, наше место планы. Ну, переехали в третье, нормально. Все сели прямо. У нас уже нет времени, к сожалению. Время заканчивается, к сожалению, вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...